Очередной дорожный беспредел, теперь в станице Красноярской. После ремонта дороги была нанесена новая разметка и установлен дорожный знак, который разрешает движение только прямо и направо. Теперь, чтобы повернуть налево в близлежащие населенные пункты, водителям приходится ехать прямо 3-4 километра, делать на кольце разворот и двигаться обратно. Местные жители при этом страдают от излишней загазованности, возникшей на данном участке дороги в результате пробок. Сегодня с нами на место выехал автоюрист, с которым мы постараемся разобраться в данной ситуации. То, что здесь сделали с разметками и со знаком, не то, что в голове у нормального человека не укладывается. Я лично получил больше сотни обращений и жалоб жителей местных о том, что здесь стало ездить невозможно. Здесь сузили дорогу, это раз, но это не самая большая проблема. Самая большая проблема, что здесь нанесли полностью на протяжении всей станицы Красноярской сплошную линию разметки. Естественно, это вызвало недовольство людей, естественно, это ненормальная ситуация, но это как бы ладно, с ней можно бороться, я сейчас расскажу, как это сделать. Но самое главное, что гаишники здесь устроили сразу ловушку и кормушку. Виталий, какой здесь штраф предусмотрен? За поворот налево в нарушении знака и разметка предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей по статье 12.16, часть 2 Кодекса об административных правонарушениях. Но гаишники, естественно, как это всегда бывает, когда есть сплошная линия, начинают пугать водителя страшными словами, встречка, сплошная, лишение прав, да, естественно, ну и со всеми вытекающими, да. Здесь местные люди, как опять же у нас в прошлом году часто бывало, закрашивают разметку самостоятельно, да. Гаишники, которые с утра приезжают на службу, на свою ловушку, они приезжают, видят, что она закрашена, они берут белую краску, рисуют обратно разметку и становятся на дежурство. Ну, маразм. Скажите, пожалуйста, как водителям помочь решить эту проблему? Значит, для того, чтобы решить эту проблему, нужно, во-первых, определиться, что это за дорога. Я предполагаю, что это дорога областного подчинения. И делал ремонт здесь, заказывал проект организации дорожного движения и наносил разметку в Министерство транспорта Ростовской области. Поэтому нужно обязательно обратиться туда, потребовать проекта организации дорожного движения, посмотреть, кто его разрабатывал, посмотреть, кто его утверждал и посмотреть, кто его принимал. Потому что я подозреваю, ну, как у нас все делаются дороги областные, когда человек сидит, проектировщик в Ростове или в Москве, он знать не знает, кто здесь ездит, куда ездит, как транспортные потоки здесь расположены, как удобно для жителей. Он знать не знает. Ему вообще по барабану. Он нарисовал, знаки расставил. Вроде бы соответствует ГОСТу, соответствует. А удобно ли это людям? А соответствует ли это безопасности дорожного движения в данном конкретном месте? Никто не проверяет. Это наша забота, наша местных людей. Мы должны это проверять. Местная администрация почему сама устранилась от решения этой проблемы, я не знаю. Почему СМИ, общественники, почему этим занимаются, а не местная администрация? Здесь мне трудно комментировать. Обращаться к кому? То есть водители должны собраться или местные жители, или те, кого непосредственно беспокоит эта ситуация. Кому? Обращаться, обратиться может любой человек. И я буду обращаться, писать в Министерство транспорта. Посмотрим на ответ. Когда все хорошо и гладко, это выгодно только людям простым, да, обычным водителям. Больше никому не выгодно. Всем остальным выгодно, когда есть проблемы, для того, чтобы эти проблемы в свою сторону разворачивать. Виталий, скажите, пожалуйста, мы возьмем это на повестку дня, так скажем, да, и будем решать этот вопрос? Да, конечно, обязательно мы сделаем обращение. Я это обращение отправлю, зафиксирую, вас оповещу об этом. Я оповещу об ответе, который получу. Они обязаны дать ответ в любом случае.